Так получилось, что 8 марта не только праздник женщин. В этот день отмечает свой день рождения казахское телевидение. Именно 8 марта, в далеком 1958 году, началось вещание на всю республику. И первой звездой телеэфира стала Зулхья Жуматова. В этом году ей исполнилось 100 лет. Она с нами, живет и здравствует, и с советами делится с молодыми ведущими. О женщине-легенде наш следующий сюжет. Зулхья Жуматова Был объявлен конкурс. Он был огромным. 750 человек на одно место. Расскажите о себе. Чем вы занимаетесь? Скромная девушка из Павлодарской области неожиданно для себя услышала на пробах мягкий голос Шакена Иманова. Не растерялась и ответила. Творчеством. И тут же продекламировала стихи. Помню, мать белье стирала. Бурлящих в воздух и ртыша. Я голосу реки внимала. Взволнованная чуть дыша. Она стала первой звездой казахского эфира. Слава и почет не замедлили знать о себе. Но звездная болезнь не тронула ее. Иммунитет был сильный. Да и стержень внутренний, интеллигентный оказался настолько крепок, что все перипетии жизни быстро перемалывались. Жизнь течет, меняется и всякое в ней случается. Но дается она нам. Лишь раз ценить ее надо, дорожить ею. Особенно это касается женщин. Мы украшаем семью. Без нас не могут жить дети. И даже эфир телевизионный без нас никак. Коллектив казахского телевидения в первые годы это всего 10 человек. Среди них два диктора Зухи Ажуматова и Нелли Умарова. Именно эти две женщины 12 апреля 1961 года объявили в эфире самую главную новость века. Человек в космосе. В студии все годы мы находились от зари до поздней ночи. И только для того, чтобы сообщить всего одну новость. В то время мы работали в прямом эфире. Техника не позволяла записывать нам заранее и потом выдавать в эфир. Вот так дикторы были привязаны к студии. Королева экрана и живая легенда казахского телевидения. Ее жизнь – яркая история. Ее опыт – учебник мастерства для ведущих всех поколений. Алмаура Збаева, Алмаз Адуакас, Хабар 24, Алматы. Субтитры создавал DimaTorzok